Мои золотые, приветствую вас всех! Мы продолжаем разбирать турнир UFC. Перед его началом напоминаю, что Фонбэ дает бонус 2000 рублей. И также дополнительно, рандомно в этом месяце, ну на протяжении, точнее месяца, раскидывают еще по 6000 рублей. Соответственно, если вы хотите это все забрать, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Все, что нужно сделать, перейти по ссылочке, зарегистрироваться автоматически, соответственно, пополнить счет на 1000 рублей. Да, и прошу прощения, вот в этот раз нужно использовать слово автоматически. И бонус в размере 2000 рублей приходит вам на счет в эту же секунду. И в дальнейшем, соответственно, рандомно раскидают, и кому-то повезет, и кто-то из вас получит еще 6 штук, соответственно, которые вы можете поставить туда. Ну, точнее, распорядиться ими, да, скажем так, так, как вы посчитаете нужным. Поэтому я считаю, что это отличная возможность перед абсолютно любым турниром забрать вот такие вот приятные бонусы. В общем, начинаем мы разбор. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, в котором сойдутся, это женский бой, да, в котором сойдутся бывшая чемпионка организации UFC Rose на Маюнос, и на этот раз ее оппоненткой будет Манун Фиаро. Там, кстати, фамилия интересная. Где-то пишется Фиаро, а где-то пишется Фи-ора. Ну, то есть, нам удобнее, да, в произношении, поэтому пусть будет Фиаро. В общем, здесь стоит подчеркнуть, что Rose на Маюнос в какой-то момент шла на серии без поражений. Там катала и ту же самую Вэлли Жанг, да, и Юана Иджейчик, доминирующих чемпионок, ну, хороших бойцов, скажем так. Но в какой-то момент встретилась против Эспарзе и, к сожалению, для нее проиграла и просто в унылом поединке слила, отдала пояс. Точнее, у нее ее просто забрали там с плитом, она проиграла. Таким образом, сейчас Rose на Маюнос, внимание, это поправочка, она поднимается в весовую категорию. Раньше она выступала в весе 52, сейчас она против Эспарзе будет драться в 56. То есть, соответственно, там 4 килограмма с копеечками, соответственно, необходимо этот момент тоже держать в голове. В общем, как всегда, по классике, да, мы поговорим о бойцах, разберем бойцовские карьеры, ну, и, конечно же, будем искать варианты для ставок. Погнали к разбору. Я думаю, что нам необходимо начать разбор, соответственно, с Rose на Маюнос, потому что, ну, все-таки, это бывшая чемпионка организации UFC, да, девчонка, которая показывала хорошие результаты. В общем, что касается ее ранней карьеры, то ее любительский рекорд 4-0 во всех боях она держала победы, да, также стоит подчеркнуть, что у нее три черных пояса. Это карате, тейквондо и, соответственно, бразильская джиу-джитсу. Дальше, после того, как она по любителям, соответственно, удачно выступила, она подписала контракт с промоушеном Invicta, там встречалась, ну, против не самых известных, да, девчонок, за исключением одной дамочки, фамилия которой Торрес, которой, соответственно, она проиграла. Ну, потом вышла на победный винстрик и, соответственно, приняла участие в 20-м сезоне The Ultimate Fighters, где одерживала победы над своими оппонентками, добралась до финала, и вот в финале она встретилась против Эспарзе, об которую споткнулась, да, и удушающим приемом проиграла, но все равно контракт с сильнейшей Лигой Мирой она получила. Дебютировала, были у нее поединки против Анжелы Хилл, также Ван Зант она побеждала, реванш был против Торрес, где она выиграла. Кстати, за карьерой на Маюнос я начал следить, когда она практически там только подписалась в UFC, вот. Был поединок у нее против Каролины Ковалькевич, где она проиграла раздельным решением судей, дальше победила Уотерсон, встретилась против Еджейчик в первом бою, соответственно, вы помните, наверное, да, чем первый бой закончился в первом раунде, идя огромным андердогом на Маюнос, по-моему, она так дошла, если я не путаю, что-то около 3,8-3,6 в первом раунде она нахрен потушила свет. И Джейчик выиграла, ну, недооценила ее тогда Иоанна. Во втором поединке бой уже получился близкий, но судьи посчитали, что все-таки на Маюнос выглядела получше и отдали победу ей. Дальше она встречается против Джессики Андраде, который проигрывает, причем по раундам она вела, по-моему, в третьем раунде, если не ошибаюсь, поправьте меня в комментариях. В третьем раунде Андраде совершила такой силовой слэм, воткнула жестко на Маюнос и таким образом на Маюнос, точнее, выключился свет и Андраде одержала победу. После этого провела реванш, да, против, соответственно, также Андраде, только это уже был трехраундовый поединок, в котором она выиграла раздельным решением судей. Понапропускала, по-моему, она во втором раунде очень много, но там собралась и в конечном итоге смогла все-таки забрать победу. Дальше был первый поединок против Вэйли, это боец, который сейчас является чемпионом, выиграла ее так же, как и Джейчик, да, в первом раунде нокаутом, только уже здесь немножко другой сюжет. С хайкиха она просто вырубила нахрен. Вэйли одержала победу, чемпионский пояс уже на свою талию непосредственно повесила. Дальше состоялся реванш, всем было интересно, что же будет, если все-таки полный бой продлится. Ну, тогда я забирал на Маюнос, я делал разбор на ютуб-канале, можете его глянуть, кому интересно. Соответственно, на Маюнос тогда шла небольшим андердогом где-то за 2,10, ну и таким образом сплитом все-таки она одержала победу. И дальнейшая защита чемпионского пояса против Эспарзе, пятираундовое унылое говно реально, потому что я по-другому сказать не могу. Ну, на Маюнос, ну настолько она, наверное, боялась перевода Эспарзе, что вообще ничего не делала. То же самое Эспарзе ничего не делала, да? И пожалуйста, пояс отдали Эспарзе. Ну, блин, наверное, справедливо. Какого хрена выходит чемпион и ни хрена не делает? Тут как бы уже каждый решает для себя. Опять же, посмотрите, что сотворила Вэйли Жанг с Эспарзе. Она просто уничтожила ее, досрочно ее переехала. И как круто Роуз на Маюнос с той же самой Вэйли отработал, да? То есть вот тонкий момент. Вроде бы кажется, тут все логично, а ни хрена тут не логично. Переходим к бойцовским качествам на Маюнос. Стоит подчеркнуть, что это разносторонний сбалансированный боец. Как я уже сказал, три черных пояса в ее активе. Она хорошо работает в стойке. Разнообразно, скажем так. Неплохая защита от тейкдаунов. Сама может перевести, подзалежать там, где это нужно. Ну и по кардио мы все прекрасно видели ее функционалку на дистанции в пять раундов. Здесь у нас три, поэтому я думаю, что проблем сильных с функционалом у на Маюнос вряд ли возникнет в этом поединке. Ну и переходим мы к Фиаро. Спортсменка, которая за плечами которой серьезный бэкграунд, соответственно, в такой дисциплине, как карате. У нее, кстати, черный пояс. После того, как получила она травму в моменте подготовки на какой-то серьезный турнир по карате, ее непосредственно, ну, как сняли, да, и, соответственно, она подключила после этого тренировки по кикбоксингу, по тайскому боксу, становилась чемпионкой Франции, причем неоднократной по кику. Ну и в какой-то момент решила попробовать свои силы уже как боец смешанного стиля. В качестве профессионала, естественно. Подписала на контракт с промоушеном EFC, это южно-африканский промоушен, там стала чемпионкой. После этого подписала контракт с Кейдж Вариорс, там, соответственно, ей, к сожалению, точнее, наоборот, ребят, прошу прощения, наоборот, сначала в Кейдж Вариорс выступила, там она проиграла, а потом стала чемпионкой в EFC, и только после этого Абу-Даби, в Абу-Даби есть промоушен, как-то UAE Вариорс, как-то он называется, в общем, как-то так, там, соответственно, три боя провела, стала чемпионкой, и после этого ее уже непосредственно подписали в EFC, а именно в 2021 году. В общем-то, встречалась, да, против Виктории Леонардо, одержала досрочную победу техническим нокаутом, дальше смогла финишировать Табату Ричи, которая на данный момент идет на серии, по-моему, если я не ошибаюсь, из четырех побед подряд, то есть, ну, в принципе, оппозиция неплохая. Дальше, поединок против Майера, Буэна, Сильвы, кстати, хороший бой, советую вам его посмотреть, решением судей. Там Фиаро одержала победу, Дженнифер Майя, это следующей оппоненткой стала Фиаро, которая, кстати, у нас топовый боец, выиграла, и крайний свой бой провела против Кетлин Чукагян, где вроде бы казалось, что в первом раунде что-то у Фиаро не получается, потом она пристрелялась к своей оппонентке, кстати, в лайве на нее коэффициент вырос, она была при матчем за 1.5, в лайве вырос где-то в районе двушки, и потом можно было смело забирать, потихонечку понижался, там 1.7, 1.6, 1.5, в общем, Чукагян она разобрала и одержала победу решением судей, это, кстати, тоже очень хорошая победа в ее актив. В общем, переходим к бойцовским качествам Фиаро, ну, здесь стоит также подчеркнуть, хороший сбалансированный спортсмен, отличная ударная техника, отличная антропометрия, хорошо работает как руками, так и ногами, что касается ее борьбы, хорошая защита от тейкдаунов, сама старается в борьбу не лезть, да, но поклинчевать может, коленями поработать может, то есть, в принципе, боец подкованный во всех аспектах. Что касается ее кардио, на дистанции 5 раундов мы ее пока не видели, но и здесь нам это и не пригодится, потому что здесь трехраундовый бой, ну, а что касается 15 минут, то по функционалу она всегда готова отлично. Ну, наконец-то, подбираемся мы к заключительному этапу, это прогноз на тот поединок, в общем, БК фунтбет дает нам следующие коэффициенты, Фиаро идет сейчас за 1.53, опять же, кэп будет менять, скорее всего, Роус на Майюнус у нас идет андердогом в среднем где-то за 2.5. В общем, почему здесь Роус на Майюнус идет андердогом? Ну, во-первых, потому что она свой крайний бой провела максимально невзрачно, ничего не показала абсолютно, и, соответственно, плюс еще после этого вышла по грэплингу, да, и проиграла там, по-моему, за минуту ее задушили. А вот кто ее задушил? По-моему, Робертсон ее придушила. Это такая рыжеволосая или красная волоса, по-моему, красные у него волосы все-таки. Фиаро сейчас идет на отличном победном винстрике, то есть в ЮСе она никому не проигрывала, Чукаген одержала победу, да, которая входила в топ-5, Дженнифер Майя, которая тоже в топ-10 входила, ну, то есть по факту девчонке оппозиция была хорошей. Ну, и плюсом ко всему, почему, опять же, да, на Майюнус он андердог, потому что на Майюнус дерется не в своем весе, она поднимается выше. Как я уже сказал, 52 выступала, 56 там с копейками будет продолжать свою профессиональную карьеру. Поэтому здесь у нас такие коэффициенты. Ну, давайте попробуем разобраться по аспекту, кто у нас здесь фаворит. Ударка, борьба, кардио и оппозиция. Ну, в плане оппозиции все-таки на Майюнус, наверное, смотрится поинтереснее, потому что ИДЖЕЙчик две победы, даже где-то может быть и там сплит этот, но все равно что есть, то есть ИДЖЕЙчик. У нас доминирующий чемпион был в какое-то время. Две уверенные победы на Двойли, которая, ну, просто Кракен. Это действительно Кракен, это монстр. Посмотрите на лицо, просто на лицо и на физическую форму, на объемы Вейли. Ну, это убийца, хладнокровный убийца, просто-напросто. Если мы посмотрим на Фиаро, да, оппонентки, то он опять же, Майор, Буэнус, Сильва. Это хорошая оппозиция, этого отрицать нельзя. Дженни Фермае, это тоже топовая оппозиция. И Чукагьян тоже топовая, но в любом случае мне кажется, что посерьезнее была на Майорунас оппозиция. Поэтому, ну, скажем так, 55 на 45 в пользу на Майорунас. Что касается кардио, если бы это был пятираундовый бой, можно было бы о чем-то поговорить. Здесь трехраундовый, поэтому я думаю, что здесь можно поставить знак равенства. Что касается борьбы, то на Майорунас, наверное, будет здесь поинтереснее. Она и Вейли переводила, у которой отличная защита от тейкдаунов. Но опять же, это все было в другом весе. Вот эти 5 килограмм, 5 килограмм, они, ну, я там плюс-минус, да, говорю, они могут сыграть ключевую роль. И Фиаро, это спортсмен, который физически, ну, действительно сильная. Она действительно сильная, она выносливая, и, мне кажется, не так легко будет ее в партер перевести. Поэтому, да, возможно, в грэплинге там на Майорунас будет смотреться, если дело до этого дойдет, возможно, поинтереснее. Но в целом я бы здесь поставил также 50 на 50. Что касается ударной техники, то вроде бы, вроде бы, да, на Майорунас работает хорошее, хорошо, комбинационно, серийно, причем осуществляет удары как с рук, так и с ног, как мы уже с вами выяснили. Как таковой нокаутирующей мощи у нее нет, но у нее есть эффект неожиданности. Как было в поединке против ИДЖЕЙчик, где, кстати, она ее грамотно поймала, она выкинула джеб, перекрыла обзор ИДЖЕЙчик, и, соответственно, еще двойкой туда атаковала и каутировала ИДЖЕЙчик. Как было с Вейли, она ее, соответственно, обрабатывала джебом передней рукой, то есть тоже так перекрывая, соответственно, обзор. И грамотно, отлично, просто суперски по таймингу выкинула хайкик, от которого Вейли, к сожалению, для нее была нокаутирована. То есть как таковой нокаутирующей мощи у него на Майорунас нет, но эффект неожиданности у нее присутствует. Опять же, смены весовой категории, скорее всего, вот эти аспекты может убрать, а может и не убрать. Но я почему-то рискну и предположу, да, что вряд ли мы с вами что-то подобное увидим, хотя этой ММА все может быть. В целом, в плане плотности, жесткости, мне кажется, Фиаро будет выглядеть лучше. И опять же, ну она дерется в своей весовой категории. Она сейчас заряжена, на Майорунас была чемпионкой. Да, это крутой боец, она мне всегда очень симпатизировала, как спортсмен, как думающий боец. Но опять же, смена весовой категории, плюс поражение, плюс ее простой, она уже давненько не выступала. Какой она вернется, нам остается лишь только гадать. Чего мы не скажем о Фиаро, который отлично выступает, да, который работает, пашет, тренируется. И самое главное, повторюсь еще раз, будет биться в своей весовой категории. И плюс, ребятки, она будет биться у себя дома на родине. То есть, опять же, в случае там какого-то близкого конкурентного поединка, ну думаю, что на Майорунас сольют. Потому что это Франция, а Франция это у нас примерно как Англия. То есть, если там что-то такое близкое, то будут отдавать домашнему спортсмену. Ну и плюс еще к этому ко всему Фиаро тянут, да. Ее потихонечку продвигают, грамотный матчмейкинг, грамотно ее двигают вперед, и возможно, мы с вами увидим ее в поединке против чемпиона. Может быть. В общем, мой выбор это победа Манон Фиаро. Я считаю, что сейчас она просто должна быть лучше, как боец, несмотря на все, скажем так, регалии Роуз на Майорунас. Да, плюс еще нужно подчеркнуть, что на Майорунас это спортсменка, которая, ну она, скажем так, очень сильно эмоциональная. То есть, в поединке, точнее, перед ее поединком, когда была раскрутка боя Конора против Хабиба, Хабиб был в автобусе, Роуз на Майорунас тоже была в автобусе, Конор там кинул кресло, в общем, или стул, да, что-то типа такого, разбил, соответственно, стекло. Тогда у на Майорунас были серьезные проблемы, у нее какие-то панические атаки ее настигли. Она сама, кстати, об этом говорила в интервью. Ей потребовалась, ну, скажем так, консультация психолога, который с ней провел грамотную работу. И вот мы иногда видим, да, что, ну, бывают у нее проблемы вот именно в ментальном плане. То есть, посмотрите ее поединок второй против Андраде, где она очень сильно ее, грубо говоря, боялась, да, там. Посмотрите ее поединок против Эспарзы, где она вообще ничего не сделала. И посмотрите ее уверенные, блин, выступления против вот этого кракена китайского Вэйли. Ну, это же разные бойцы, то есть, ну, опять же, этот момент тоже необходимо держать в голове. Поэтому я здесь лучше притоплю за Фиаро. Считаю, что, возможно, Кэф на нее занижен. Я бы все-таки, наверное, хотел бы увидеть здесь 1,7, либо 1,8. Ну, что-таки все-таки Кэфчики поближе. Но Буки нам такой сладости не предоставляют. Поэтому я выбираю Фиаро. И считаю, что у нее есть отличный шанс для того, чтобы уже непосредственно попробовать, как минимум, попробовать, да, в дальнейшем, в случае удачного поединка и удачного исхода в ее сторону, попробовать уже, возможно, подраться чемпионский пояс. В общем, да, друзья, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка. Интересно послушать, что вы думаете. Поэтому пишите свои мысли в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал. Обязательно колокольчик прожимайте. Но я же вынужден, ребятки, с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня.